мотор камера поехали итак дорогие друзья сегодня я решила с вами встретиться потому что бывших блогеров не бывает потому что душа просит встречи с вами я думаю что вам приятно меня будет видеть я скажу сразу не очень конечно готовилась просто вот захотелось очень хотелось с вами встретиться вообще снимаю мысленно каждый день ролики так не снимаю в голове снимаю вот но сегодня решила наяву снять и что же мне вам сказать с новым годом поздравить этом елку забыла включить еще не убрала сегодня последний день сегодня крещение я вас поздравляю с этим светлым праздником желаю вам светлых пресветлых солнечных у нас сегодня кстати дождь дней желаю вам самого лучшего настроения веры хорошее будущее красивых здоровых счастливых вам детей и в общем всего того что вы сами себе желаете и у меня сегодня будет видео стандартное можно сказать про покупки самое по моему просматриваемые ролики это покупки хотя я хочу вас попросить чтобы вы мне предложили какую-то тему может быть другую что-то вам интересно от меня узнать вот и давайте же начнем пудра духи помада что я на новый год себе покупала из люкса из люкса конечно сейчас либо платить бешеные деньги за какие-то там тени dior которые можно купить где-то там где-то где-то и палетка стоит там 10-12 тысяч но это общем сумасшествие я тем более сейчас вообще больше занимаюсь бы там поэтому бьюти-блогером меня уже сложно назвать красишься я очень редко сегодня тот случай и у меня такой мини праздник это встреча с вами и в общем повод накраситься и что же я себе новый год покупала покупала себе пудру от ста лаудер такая вот красивая коробочка но в ней очень мало пудру всего 10 грамм у нее есть паковочка которой я не пользуюсь но хочу все таки попробовать потому что кистью ее когда наносишь она очень пылит прям задыхаешься это не есть хорошо аромата от нее практически не заметила никакого но пудра заявлено как эффект фотошопа блюрин эффект всем кому интересно ее можно найти я откупала бриф гош с купоном минус 1000 с даст яндекс доставкой в общем она вышла как бы мне недорого около трех тысяч не знаю не помню вот дальше что на скидках уже купила от живанши хотела очень вот в этом бархатном именно бордовом таком красном чехле помадку я вообще влюбленная сейчас в помады живанши хотя у меня тоже к ним есть кое-какие претензии у меня есть набор кстати вот там наверху вот видно до коробочка от него стоит с четырьмя мини помадками вот эту я купила полноразмерную и очень мне нравится ее знаете как просто вот наносить не вот так вот размазывая а именно вот так вот точечно и потом немного распределяя и в общем очень классный эффект получается такой французский дорогой шик и в общем могу тоже ее покорил парик порекомендовать кто влюблен в марку жива и покажу вам парфюм я кстати очень много набрала всякого парфюма но покажу вот этот вот недорогой потому что он меня зацепил тем что он называется май лайф марлен дитрих это дань марлен дитрих марка гресс я это первый аромат от этой марки я вообще с ним не сталкивалась здесь целых 60 миллилитров он больше уходит в старую школу но у него нет альдегидов по крайней мере я не думаю что у него есть альдегиды кто раньше любил ирия от евроше он похож чем-то но нет вот этой вот сладкой карамельно-фруктовой ноты он более такой строгий немножко колкий но не очень нет нет вот колки то которая где альдегиды а он такой более мягкий но в общем когда не знаешь нет этого я не скажу нет никогда не знаешь чем для него тоже нужно настроение но вот он всегда как-то вот мне мне рука тянется к нему мне хочется им набрызгаться попользоваться им вообще до этого у меня был прямо дежурный стоял я от него долго сейчас он как-то мне поднадоел не могла отойти это париж от карла лагерфельд в том году помню у меня был любимый париж мон пари от и сын лоран это был подарок еще на сайте и сын лоран я делала заказ косметики и мне в общем то там подарок вот я просто обожала тоже его но вот сейчас у меня как-то вот на марлен дитрик больше тянет потому что зима а в нем есть специи какие-то я сейчас вам не буду раскладывать по нотам кому интересно найдете вот и что хочу сказать с уходом трех-четырех моих любимейших брендов зара шанель и диор конечно хочется замены сейчас я вам покажу те марки которые хоть чем-то напоминают мне то что я люблю и не перестану любить потому что но тут любовь надолго навсегда так магазин r&d был в рандеву есть марка там dance они пишут что это франция я не знаю эти марки продаются только в рандеву знают ли они в парижане неизвестно потому что например я мужу дарила ботинки томас мюнс продавцы говорили это германия это немецкая марка типа как саламандр но оказалось это российский бренд в принципе неплохое качество что маскот что франческо дони это все российские марки оказались как как оказалось вот я об этом как-то и не задумывалась раньше вот значит вот такие мэри джейн себе кожаные внутри кожаные снаружи на весну заказала вы знаете почему у меня у бабушки были такие только вот с перфорацией здесь у нее был такой строгий классический стиль черный сарафан черные вот такие туфли черная сумка такая знаете классическая без лишних деталей она у меня такая была знаете очень у нее очень хороший вкус был внутренний она малограмотная хотя было да но вот у нее вот именно это было врожденное она своих детей старалась отдавать в школу где учились офицерские дети дать им хорошее образование с каждым у них было 5 раз каждым она занималась ну в общем моя бабушка это просто отдельная история вот и эти туфли я тоже как-то сразу они мне ее туфли напомнили и я их решила оставить потому что в принципе они удобные они тяжелые и каблучок такой знаете для долгих прогулок самое то но только на весну потому что летом я в них дурею вот что еще от этой марки в рандеву можно приобрести вот такую вот сумчел класс мне она очень нравится она напоминает прям прямой закос от шанель у нее вышиты вот эти камелии здесь значит кожи телячья кожа значит образец очень хорошего качества цепь я надеюсь что она не вытерется не знаю она еще не ходила с ней вот и чем она хороша тем что она кожаная внутри и кожаная снаружи у нее также как у шанель два отделения и вот это вот красная это тоже натуральная кожа не синтетика у нее есть пыльник поэтому в общем все преимущества все карманчики сбоку и она вообще такая знаете так сильно очень приятная мягкая в общем буду балдеть с такой сумкой так что еще в рандеву у них там есть марка называется она якобы тоже французская ночью по-моему да это французский бренд что-то я там в интернете находила мазон давид я покупала летом льняные платья от этой марки очень легкие классные для лета в южного самое то вот и купила вот такой вот свитерок это замена юникло чистая шерсть стопроцентная очень мягкая не колючий абсолютно очень хорошая горлышко не висит а хорошо так закрыл закрывает все прикрывает вот не знаю что будет после стирки боюсь даже стирать но я уже хожу в нем у юникло у меня разочарование конечно к свитерам юникло потом наступила какие-то мелкие дырочки один постирала он вообще очень жутко сел ну в общем аккуратно надо конечно с натуральными шерстью поэтому либо в холодной буду стирать и в общем вот химчистку то не знаю светленький потому что конечно марки вот но очень приятная штучка так дальше что из натуральной шерсти сейчас не секрет что наша наш российский бренд лайм очень такой знаете он и раньше в принципе когда еще заровала но сейчас как бы это замена заре можно сказать у него конечно очень маленькая коллекция по сравнению с зара но можно чего-то найти что как бы чем душу потешить вот такую вот я ковтень и сто процент нет по моему не стоп здесь 80 по моему шерсти я схватила такая укороченная ну тоже закос под шанель под шанель мне не нравится пуговицы они дешевят что-то хочу сделать с пуговицами но вообще к это вываренная по моему шерсть такой эффект знаете но очень неприличные цены у них я считаю 10 тысяч вот за эту кофточку ну вот и по крайней мере просто обдираловка они потом стали со скидкой 6 но их уже не было в наличии не за каких-то магазинов но в наших магазинах их вообще не привозили так дальше сейчас покажу вещь которая появилась у меня только благодаря бывшему главному редактору модного журнала не буду говорить ее фамилию я подписана на ее телеграм-канал и на ютубе давно подписана уже на нее было мне интересно ее статьи читать сейчас она правда со своим бывшим мужем тоже главным редактором этого же журнала только декор вот там судится почему не там весело в общем золотой пуховик никогда бы себе не купила если бы не влияние и все сразу у него подписчики стали искать золотые пуховики ну в общем я тоже поддалась этому всеобщему рвению найти золотой пуховик я его нашла магазине снежная королева это наш российский бренд неохит я еще даже кстати вот видите битки не сняла вот ну вещь которая поднимает может быть настроение но не очень-то нужно вообще вы знаете с ней очень надо аккуратно потому что с чем я сначала ее начала мерить она с тем абсолютно не подходила под вообще просто выглядишь ужасно и либо с черным ужасно либо с красным ужасно ли в общем она только хороша с вещами которые близки по цвету благородные цвета белый бежевый темно-бежевый в общем что-то такое и когда вот одеваясь бежевым просто такой классный образ получается такой вкусный такой не избитый и в общем я решила ее оставить думаю ну ладно пусть будет ну конечно под настроение на каждый день хотя она очень универсальная и так тряпочкой выцепка говорится и дальше вот что он еще покажу покажу вам вещь которая наверное не влезет сейчас у меня вообще в кадр но хотелось бы мне с ней поделиться потому что вещь такая неординарная вещь такая очень спорная и когда у тебя уже куча базы ты ищешь что-то такое это эдакое поэтому сейчас на маркетплейсах активно распродается бренд adidas который ушел с российского рынка эта коллекция была adidas и и випарк совместная этот позиционируется как куртка но это пальто целое огромное пальто из сетки прозрачны вот с такими вот тремя их фирменными полосками здесь какая-то вышивка значит их короны и випарка значит вышивка в общем очень интересная вещь но ее тоже нужно уметь носить и нужно еще и как бы погоду под него подобрать но я ему тем не менее взяла потому что когда я на себя его накинула я поняла что вещь моя вот сразу понимаете видно да когда вот либо на вешалке висит ты понимаешь что это твоя вещь редко я ошибаюсь я свои вещи вижу издалека поэтому в общем решила я его оставить она была на скидках не могу вспомнить сколько в общем неважно вот если вы хотите на меня на мне его увидеть пишите я найду время и сниму какие-то покупки на себе надеюсь вас надолго не задержала пишите пишите какие темы хотите и вообще просто пишите и кстати сейчас я поняла что если над колокольчики наш не нажмешь под видео могут на самом деле не приходить к тебе новое оповещение о новых роликах и я вот насколько блогеров было на кучу подписано никто уже практически не снимает мне уже смотреть нечего я уже может быть вы меня познакомить и с кем-то но я тоже кого угодно смотреть не буду поэтому делитесь информации давайте будем делиться информацией всем пока